Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я делаю по запросу. Этот запрос уже приходил ко мне не раз. Но я что-то так откладывала делать это видео, потому что тема противоречивая. Тема сегодняшнего видео – ароматы для первого свидания. Не десятого, не двадцатого, не сотого. Именно первого. А самого, наверное, важного, такого самого восхитительного, самого запоминающегося, эмоционального и так далее. Первое свидание. Ну вот я решила сделать сегодня это видео. Романтическая тема, приятная тема. Плюс почти все мои подписчики сейчас встречают весну. И такое видео будет как нельзя кстати. Я подобрала ароматы для первого свидания, на мой взгляд, которые были бы вот прям уместны, которые не затмевают хозяйку, носительницу аромата, которые понравятся мужчине, с которым она проводит это первое свидание, да, и которые придадут ей, может быть, уверенности, какого-то шарма, какой-то харизмы, если это нужно. Потому что все-таки первое свидание может быть стрессовым. Вы можете нервничать, вы можете как-то испытывать какой-то мандраж. У меня это было 150 миллионов лет назад, первое свидание. Я уж не помню, нервничала я или нет. Но, тем не менее, первое свидание это море, море положительных эмоций, адреналин. Ну, все, все так романтично. Короче, давайте я вам покажу ароматы для первого свидания, которые, как мне кажется, будут уместны. Это мое мнение, кто-то может с ним согласиться, кто-то нет. Я выбрала именно ароматы легкие, свежие, цветочные в основном. И, как я уже говорила, да, не затмевающие красоту и уникальность хозяйки. Можно найти вообще без аромата, но, мне кажется, все-таки с ароматом как-то веселее в компании. Первый аромат – целлофановая ночь. Я его сейчас ношу достаточно часто. И вот я вот прям, знаете, перед тем, как делать видео, я подумала, что, ну, это же здорово, вот так вот благоухать на первом свидании. Он невероятно красив. Он цветочный. Жасмин с чем-то медовым, сладким, но не приторным. Вот знаете, он сочетает в себе, этот аромат сочетает в себе и сладость, и свежесть. Ну, я не знаю, как удается. Автору вот так вот все совместить. Но вот это вот какое-то вот есть в нем что-то уникальное. Он легкий, он иногда пропадает, иногда он опять возвращается к вам. То есть он такой, вы знаете, немножко фантомный. Фантом, фантом, призрачный. На фрагрантике пишут, ой, все, он только не пишет, лучше не читать. Вот это аромат для легкости. Вот он легкий, он веселый. Он, ну, от него только приятные эмоции. Поэтому на первом свидании, мне кажется, вот он будет очень хорош. Также, конечно, зависит, с кем вы идете. Возраст, статус, там, какое-то положение, да. Куда вы идете. Вот этот аромат, мне кажется, будет уместен вообще везде. Парк аттракционов, я не знаю, кто ходит сейчас или не ходит. Музей, какая-то выставка современного искусства, например, да. Или наоборот, Третьяковская галерея, да. Ну, или Эрмитаж. Ну, музей, 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 это здорово. Театр, он и вечерний, и дневной для меня аромат. Кафе, ресторан, театр, вот все, что угодно. И джинсы, и маленькое бархатное платье, и все, что угодно. Вот этот аромат такой универсальный для меня. Мне кажется, он подойдет для первого свидания. И понравится мужчине от 16 до 100+. Вот он такой, он такой, он красивый, короче. Красивый, красивый. Так что, да, обратите внимание. Следующий аромат, вот прям 100% попадание. Шанель номер 5, ее премьер. Вот если вы вот прям не знаете, что нанести на себя на первое свидание, ее премьер. Не классическую Шанель ни в коем случае, потому что, ну, я не знаю, вот так вот показала практика, что мужчинами классическая Шанель воспринимается или ароматом бабушек, ужасно, конечно, это звучит. Я не согласна с этим, вот вообще. Ну, все-таки на первом свидании зачем. Или очень возможен вариант, что аромат Шанель номер 5 был у его мамы, например. Нам это тоже не надо, нам это ни к чему. Так что ее премьер, он вот выход из этого положения, он совсем другой. Он современный, он пахнет счастьем. Это аромат, который пахнет счастьем. Шанель номер 5, ее премьер. И хозяйке, когда она его носит, обладательце этого аромата, он даст только положительные эмоции, только... Ну, он ее возвысит, он ее как-то подбодрит, если надо. Так что, мне кажется, для первого свидания именно ее премьер от Шанель номер 5 будет просто попадание. Хорошее, хорошее попадание. Дальше, вот такая у меня есть Гарденни от Миколев. Тоже цветочный аромат, аромат Гарденни. Для меня аромат Гарденни очень изыскан. Вот это, вы знаете, изысканность во флаконе этот аромат. Ну, для меня лично. Очень цельно скроен, очень тонкий, очень такой... Без каких-то там претензий, знаете, на что-то такое гениальное. Но вот его хочется носить, его хочется вдыхать. Если... Вот мама у меня носила этот аромат. И за ней хотелось ходить и вот просто обонять вот эту красоту. Поэтому, мне кажется, мужчинам он должен понравиться 100%. Опять-таки говорю, любого возраста, будь то какой-то представительный мужчина уже состоявшийся, или студент-романтик. И там, и там все будет прекрасно. Так, если мы хотим чего-то такого более, ну, терзкого, или более такого тяжелого, томного, Джульет Хезеган, Леди Веджинс. Я взяла этот аромат, потому что мой муж его обожает. Если вот его спросить, выбрать мне аромат, он практически всегда выберет Джульет Хезеган, Леди Веджинс. Обожает его, уж не знаю чего-то. Шикарная роза. Вот она такая настырная, она такая уверенная в себе. И этот аромат, конечно, я бы нанесла, если бы на первом свидании мы были где-нибудь в опере, или где-то в театре, или вечером там в каком-то ресторане, приглушенный свет, свечи и так далее. Вот это не дневной аромат. Это аромат не похода в парк. Это вот, мне кажется, все-таки аромат такой вот прям на вечер, на выход, вот такое вот определенное настроение. Джульет Хезеган. Первое свидание, почему нет? Почему нет, если вы... А если вы даже думаете, что у вас такое первое свидание будет с вашим кавалером, и будет какое-то продолжение. Ну, вот так вот у вас такое чутье у вас не подвело, да? То да. Дальше. Наркотик Винос. Это мой выбор. Он странный, потому что он очень-очень-очень яркий. Но если вы сделаете буквально одно... Один пшик, например, на затылок, и не больше, то он будет вот легким облаком у вас. Я обычно делаю очень много пшиков, поэтому вплоть до головной боли у меня может этот аромат звучать. Поэтому для первого свидания, если вы вдруг решите нанести аромат от Назомата, любой, одного пшика, одного пшика, одного пшика достаточно вам будет. Иначе ваш кавалер просто убежит. Потому что все ароматы Назомата, они, конечно, термоядерные. Они термоядерные, они странные, они интересные, они как такое современное искусство в хорошем смысле этого слова. Но они на любителя. Но если одно маленькое нанесение, то получается прекрасно. Наркотик Винос – это ода цветам, это ода женственности. Это, вы знаете, аромат не сексуальный, он эротичный. Он вот полунамеками какими-то вот выступает. Поэтому он мне, наверное, и нравится. Хороший, хороший. Мне кажется, на первое свидание почему нет? Вполне себе подойдет. И если мы говорим о сексуальных ароматах на первое свидание, вот это. Агент-провокатор, первая классическая версия. Ну, слушайте, сколько уже у меня лет этот аромат, сколько прошло времени, у меня появились новые ароматы. У меня появились ароматы, ну, например, портретов леди или еще какие-то очень насыщенные, очень такие женственные. Ну, все равно вот этот пока победитель соцсоревнований, победитель соревнований каких-то вот таких пленительных ароматов для женщин. Агент-провокатор, классическая версия. Это, да, это уже такое первое свидание, перетекающее в завтрак. Я бы так сказала, такое ночное. Ночное, красивое. На этом все, знаете, мало я взяла ароматов, потому что это абстракция. Вот то, что я вам сейчас показала, все эти ароматы, это просто как бы направление, которое мне нравится, которое мне нравится и которое, я чувствую, подошло бы для первого свидания. А может быть, кто-то предпочтет на первое свидание одеть, например, какую-то молекулу аромата или амбраксан какой-то, да, молекулу, или какой-то очень легкий запах чистоты. Это у всех свое как бы ощущение и понимание, вот как должно проходить первое свидание. Я вам показала примерно вот мои эмоции, воспоминания, связанные с первым свиданием и так далее. Надеюсь, вам понравится это видео. Пишите, пишите в комментариях ваш опыт первых свиданий. Мне всегда вас интересно читать, всегда интересно вам с вами общаться. Все, с вами была Аленка Блок. Чао-чао, пока.